Автобус с ребятами из Лисичанска ждали в Новополоцке с нетерпением. Отсюда и теплые объятия, и горячий прием с хлебом с солью. О том, что белорусы гостеприимный, душевный и очень хлебосольный народ, гости слуганщины поняли, как только ступили на нашу землю. В Нефтеграде мнение лишь укрепилось. Сказать слов, наверное, таких нет, чтобы выразить свои чувства. Это настолько душевные люди, настолько доброжелательные. Вот встреча с Белоруссией у нас началась еще на границе, будем так говорить. Мы выезжали с Луганской области, и уже на российской территории нас ждали. Мы опаздывали на поезд, нас ждали. Вот первую ступеньку ступили, вагона, это уже была белорусская земля. За нами так ухаживали, как за маленькими детками всеми. Дети остались довольны, и мы остались довольны. 12-летняя Софья Теплых приехала в Новопоузск вместе с 11-летним братом Савелием. Дома остались родители, пятеро братьев и сестра. О ситуации в Лисичанске и о том, что пришлось пережить, девочка говорит скупо. Куда словоохотливее она становится, когда рассказывает о вещах, которые взяла с собой, и об ожиданиях от поездки. Тут, в принципе, много вещей, которые мне напоминают про того или иного человека. Ну, к примеру, даже возьмем самую обычную, ту же косметичку, память о сестре. Я жду от этой поездки эмоции только позитивные. Мне кажется, что тут будет очень весело. Первые впечатления о стране и о людях только положительные. В этом единодушны и Софья, и Савелий. Последнего, к слову, не огорчил даже тот факт, что он забыл телефон в столичном отеле. Говорит, 15 декабря привезут. Мальчик старался не брать много вещей, что обязательно в его рюкзаке. Так это техника. Самое ценное, наверное, оборудование, а так вообще по меню брал, чтобы не нагребать там много. Вообще, я хотел снимать в YouTube. Так получилось, что я хотел себе купить GoPro, но мне брат ее подарил просто. Подарила, а то некуда снимать. Как ее сестра сказала, только хороших эмоций. Ну, там, знакомств, естественно, и друзей. В Новополск приехали 43 ребенка и 5 взрослых сопровождающих. В городе Большой Невтехиме они проведут 3 недели. Детей, а это школьники от 10 до 16 лет, ждет не только учебный процесс, но и широкая культурная программа. Это различные школьные, внешкольные мероприятия, шестой школьный день, это посещение объектов нашего города, знакомства с нашим городом, это посещение города Полоцка, конечно же, исторических мест города Полоцка. Мы предусмотрели выезды и в столицу, опять-таки, совместно с фондом Талая. И программа очень насыщенная. Мы хотим выразить уверенность, что действительно ребята уедут от нас, отдохнувшимися, переключившимися от тех проблем, которые существуют в их стране, в их городах. И уверенность, что завяжется дружба между нашими городами и нашими детьми. Всего в Беларусь в эти дни прибыло свыше 100 детей и взрослых из Донбасса. Это стало возможным благодаря усилиям благотворительного фонда имени Алексея Талая, главы государства, а также администрациям городов, которые приняли у себя гостей. Последние не перестают благодарить белорусскую сторону за отзывчивость и щедрость. Ведь поездка – настоящий новогодний подарок для юных жителей Донбасса. Дети все разные. Много детей, которые пережили этот ужас. 129 дней. Дети были. Есть дети, которые выезжали на какой-то период из города. Но есть, слава Богу, как говорится, мало, но есть такие дети, которые сами пострадали. И либо остались без родителей, кто-то из родителей погиб. Тяжело. Тяжело переживать это им. Вот спасибо за то, что детей наших пригласили, чтобы они немножечко оттаяли душой от всего ужаса.